Друзья, всем привет! Меня зовут Олег, я директор этого кафе. Сегодня, 5 августа 2021 года, я только что пришел с магазина Пятерочки, где купил разные товары и продукты, но не просто так, а именно по скидкам, акциям и выгодным предложениям. Сейчас все покажу, расскажу, какие цены у нас, какие акции, но также, кто хочет потом более подробные тесты увидеть, контрольная закупка, я называю рубрику, я буду тестировать, в принципе, все, что здесь купил, практически буду тестировать на тщательном обзоре, где буду вставлять оценку, говорить свое мнение, нравится, не нравится, вкусно, невкусно, стоит покупать. Или нет. Это беглый, быстрый обзор. Что, сколько стоит сейчас, в данный момент, на 5 августа 2021 года. Ну и давайте начнем со смеси 4 сезона, как «Игра престолов», да, или как какой-то сериал. Даже смесь у нас овощная 4 сезона, 8 овощей, быстрые заморозки. Быстро замороженная овощная смесь, 100% свежести. Вот здесь вы можете посмотреть, какие именно здесь овощи у нас замороженные. Ну вот. В принципе, мы частенько ее берем. Так, как я наметил сейчас готовить подлив мясной к рису, она хорошо подходит. Еще мы любим брать фасоль, тоже смороженную, чтобы самому не париться, не заморачиваться. Там очень много хороших, полезных овощей. Стоила она 107 рублей по акции. Так как она по акции, ну, без акции она стоила 169. Ну, так скажем, по дороге. Да, не в два раза, но практически. Но она мне просто была нужна. Ладно, щетка. А вот это вот уже интересная вещь, которую я сейчас поподробнее расскажу. Вот такая щеточка на вид, да, ну, что казалось бы. Я не знаю истинное ее предназначение. Щетка бытовая. Вот в таком пакетике я нашла. Но я ее купил. Сейчас вы скажу, для чего. Смотрите. Вот такая есть моя любимая сковорода. Толстостенная, издираль алюминия. Советская, старая. Но я обожаю в ней жарить картошку, яйца. Все, в принципе. Но видите, у нее проблема. Она пригорает. У меня куча всякой антипригарной посуды. Но мне не нравится вкус почему-то там. Может быть, я как-то утрирую, придираюсь. Не знаю. Но мне кажется, вот на мое мнение, что вот на таких сковородках все получается намного вкуснее. Жареные, я имею в виду, стейки. Хотя жарим, конечно, на антипригарке. Здесь вот картошечка, да. Яичница. Так вот. Видите кнопочка? Когда вы здесь нажимаете кнопочку, сюда, соответственно, заливаете жидкость. Ну, ферри, к примеру, или какую-то чистящее средство. И оно у нас здесь вытекает. Сама щетка очень жесткая, очень жесткая. И я думаю, что она будет хорошо оттирать такие вещи. До этого у меня была металлическая сетка. Я ей тер шкрябом. Но потом она пришла в негодность. И, соответственно, я пошел за другой щеткой металлической. Но почему-то мне вот это на глаза попалось. Я думаю, надо попробовать протестировать. Потом, если интересно, кому напишите. В следующем обзоре скажу, подходит она вообще для этой цели или нет. Стоила она 59 рублей, эта щеточка. Следующая уже поинтереснее. Идет колбаса вареная, которая точно будет на обзоре. Варшава труд, колбаса. Так, 84 рубля она стоила. 350 грамм. Вот смотрите. Она идет в вакуумной упаковке. 350 грамм. Похоже на краковскую, да? Вот видите вакуумную упаковку. 84 рубля. Не знаю, брали ли мы эту или нет. Черкизова. Но, по-моему, мы какую-то подобную брали. Либо эту, либо какую-то другую. И нам она очень понравилась. И причем сейчас она стоит более чем в два раза дороже. Потому что стоит она 200 рублей. Я буду округлять. 199,90 копеек. 200 рублей. Сейчас она стоит 85 рублей. Разницу чувствуете? 115 рублей. Хорошее предложение. Попробую. Обязательно скажу свое мнение. Вот такая приправа. Сейчас у меня идет по счету. А нет, куриный бульон. Вот, ребят. Ну, на косточке. Маги. В принципе, кто не знает. Все, наверное, знают. Есть же куриные разные. Этот именно на косточке. На косточке мой любимый. Стоил 28 рублей. Не знаю, акция или что. Сколько он должен стоить. Он должен больше 30 стоить точно. Ну, вот 28 сейчас. Просто он мне тоже был нужен. Поэтому я купил. Следующий у нас идет вот приправа, да. Вот, ребят, вот эту приправу. Видите, я даже два пакетика взял. 15 грамм в ней для мяса. Использую вообще везде. Абсолютно. Даже супы я варю. Я использую эту приправу. Но, конечно, в идеале она подходит для готовки стейков мясных. Каких-то там, ну, мясо когда жарите, делаете какой-то, не знаю, подлив там, да. Хоть к чему. Мясные подливы. Вот. Это самая лучшая, идеальная вещь. 15 грамм стоит 14 рублей. И она без акции дешевая, 14 рублей. Ну, хотя акции, да, есть на нее. Так, она 28, сейчас 14 она стоит. Стейки жарить. Замечательно. Она не горит. Единственная приправа, которая не горит. Обычно приправа горит, которую вы там перемешаете. Если начинаете жарить, она подгорает, уже вкус теряется, как в угли превращается. Это же нет. Вы берете кусок мяса, сразу его сырой обваливаете, жарите, и он не горит. И причем вкус очень насыщенный. Ароматные травы, сочность, яркий такой, насыщенный вкус. Ребят, очень советую. Моя самая любимая приправа. Сейчас она стоит 14 рублей. Следующий лот. Колбаса оригинальная. 500 грамм. Так, вот она, оригинальная колбаса. Вот такая вот. Колбаса вареная, оригинальная. Вот вес у нас 500 грамм. И даже вам показывают, что вроде как экономия определенная. Не знаю, будет видно, не будет видно. Потом будет на тщательном обзоре, говорю, я вам прочитаю и состав, и все. 500 рублей. Ой, 500 грамм. За такое вот. 49 рублей. Ну, 50. 49,90. Очень выгодное предложение без акции. Стоила она 170. 169,90. Ну, то есть 70 рублей. Ой, какой 70? Ничего себе, здесь вообще разница колоссальная. Она 169 без акции. А так 49. Вот так. Рис. Рис тоже самый дешевый. Вообще. Это красная цена. Я смотрел другие рис. Другой рис. Больше 100 рублей. 134. Там 160 даже есть рис. Тут 900 грамм. И он самый дешевый. Из всех, что вообще мне попался на глаза. Он стоил вот 61 рубль. 61 рубль. Все остальные за сотку, ребят. Я не знаю, почему рис такой дорогой стал. Какой-то кошмар просто. Ну, ладно. Хлеб. Ну, давайте по порядку. Ну, в принципе, идет у меня вот батон. 36 рублей. 400 грамм. Это не красная цена. Вот такая марка. Карусель хлеб. Ну, и, собственно, вот здесь можете посмотреть. Я думаю, это сфокусирует он. Но хлеб я не буду тестировать. Вот он швейцарский. Батон швейцарский в упаковке. Понравилось то, что он именно большой. 400 грамм. А цена у него вот 36 рублей. Не знаю. Мне нравится. Мы его, кстати, берем всегда. Обычно он идет там 200 грамм. Да, и дешевле. То есть, ну, по такой же цене, но меньше грамм. А это большой батон. Во. Теперь пошла у нас строган-лопатка. Мясо. Это вот с нее я буду готовить рагу. Ну, овощное рагу или как подлив можно назвать. Не знаю. Один килограмм здесь чуть больше. В общем, вот. Вот такая лопатка строганов. Посмотрите. Может быть, кто-то захочет прочитать. Так что, вот, смотрите. Это, в принципе, самое дешевое мясо, из которых, ну, из доступных, так скажем. Ну, как относительно дешевое тоже. Она не скажет, что сильно дешевое. Ну, чуть подешевле. Ну, я его беру всегда. Она мне нравится. Очень мягкая, нежная свининка. Жира тут практически нет никакого. Тут идет вот у нее салая, это там, салфеточка. Она влагу лишнюю забирает. Ну, вот такое мясо, смотрите. Довольно-таки аппетитное. Жирочек так, он прям в некоторых местах. Оно всегда классное. Я думаю, даже шашлычок с нее классно делают. Вот, смотрите. Килограмм здесь, 18 грамм. 325 рублей. Видите? Ну, я беру, ребят. Вот это я прям могу сам сказать, что советую. Это прям я советую сам, Строганов. Хорошее мясо. Браво ни разу претензий нет. Следующая. Марка Говядина. Вот, Говядина тушеная. Моя любимая тема, да, тушенка. У меня очень много роликов на канале. Ну, обычно со светофоров, фикс-прайсов. Там разных вот этих. Одна цена, 39. Здесь же пятерочка переплюнула всех. По скидке, по акции. Не знаю, что на них там так нашло. Но цена за вот эту вот банку тушенки. Сейчас, ребят, гляну. Вот она, Говядина. 36 рублей. То есть, самая дешевая тушенка, которую я пробовал, это была одна цена, фикс-прайс. 39. Там фиксированная цена, все по 39. Здесь же, перед 36 рублей переплюнули. Вес 325 грамм. Вот такая тушенка. Вот здесь корова нарисована. 36 рублей. Удивительно. Не знаю, прям интересно. Обычно в пятерочке более, так скажем, качественная продукция. Это в светофорах, фикс-прайсах. Любят они там, конечно, поудешевлять, так скажем, эти ингредиенты. Не знаю. Ну, скорее всего, тоже будет какая-нибудь дырянь. Ладно, обзор затягивается. Ребят, икра тоже будет обязательно. На обзоре вот такая. 360 грамм. Красная цена. Самая дешевая икра, которая была в магазине. Пятерочка сегодня. Вот такая. И стоила она 32 рубля. Вот так. 32 рубля. Вот за такую баночку икры. Я очень люблю вот такую всякую разную кабачковую икру. Вот и есть, да, из кабачков. Красная цена. В общем-то, все скал. 360 грамм. Так что все впереди. Ждет нас очень много контрольных закупок. Ну, уже закупки сделаны. Сами ролики вас ждут. Ну, а вам всем спасибо большое за просмотр. Давайте. Ждите новых роликов, друзья. Пока. Пока.